Говорящая Карелла не только развлечение для детей, но и отличный шанс для взрослых продемонстрировать свое остроумие, научив бедняжку какому-нибудь остренькому словцу. Эти птички хорошо подаются обучению, но перед этим следует хорошенько подумать о том, каким выражениям обучать птичку и стоит ли вообще это делать. Ведь придется выслушивать их каждый день и не по одному разу, и они могут изрядно надоесть, а со временем начнут еще и раздражать. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Но если уж очень хочется иметь говорящую птицу, тогда попробуйте научить говорить Кареллу, предварительно прочитав простые правила развития этой способности. Энтон Пепеп. Самцы или самочки. Считается, что самочки Кареллы неохотно подаются обучению, а самцы являются более способными. Но это не значит, что для обучения нужно покупать Кареллу мужского пола. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. К сожалению, трудно предугадать, будет ли разговаривать ваша птичка, так как это скорее зависит от индивидуальных особенностей и от отношений между нимфой и хозяином, чем от пола птицы. Тем более, что и пол Кареллы трудно определить до определенного возраста. Когда начинать обучение? Если птичка живет вместе с вами совсем недавно, то следует немного подождать. Кареллы тяжело адаптируются к новому жилью. Обучение в это время не принесет никаких результатов. Если же птичка уже привыкла к вам, то можно смело начинать. Считается, что нимфы в возрасте до 9 недель более расположены к обучению и легко ему подаются. Но даже если ваш любимец старше, но активен и постоянно щебечет, то его можно легко научить разговаривать. С чего начать обучение Кареллы разговору? Словарный запас у Карелл небольшой, но, как показывает практика и популярные видеохостинги, птицы способны выучивать целые песни известных исполнителей. К тому же они могут самостоятельно обучиться какому-нибудь понравившемуся звуку. Чтобы научить говорить Кареллу, нужно проявить терпение к птичке, соблюдать некоторые простые советы, проверенные не на одной нимфе. Если птица ведет себя активно, свистит и идет на контакт с хозяином, то лучшего времени для тренировок не найти. Когда у нимфы хорошее настроение, шансов на успешный результат гораздо больше. Птица должна доверять хозяину полностью. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Поэтому до обучения между хозяином и любимцем должны выстроиться самые теплые отношения. Хорошо, если нимфа присаживается на плечо или палец. На обучение нужно выделять достаточно времени, лучше проводить тренировки в утренние и вечерние часы. Например, во время завтрака можно научить Кареллу говорить приятного аппетита. А вечером, приходя с работы, спрашивать, как дела. С Кареллой, как с маленьким ребенком, нужно быть осторожным в выражениях. Птица может запомнить какое-нибудь неприличное слово, если оно сказано громко и эмоционально. Чтобы обучение проходило успешно, а результаты не заставили себя ждать, нужно постоянно общаться с нимфой, комментировать ей свои действия. Например, каждый раз, войдя в комнату, говорите птичке привет. Так как это слово будет постоянно повторяться во время вашего появления, то Карелла вскоре сама начнет здороваться с вами. Кареллу можно научить напевать какую-нибудь мелодию. Для этого достаточно ее постоянно насвистывать или включать через проигрыватель. Кареллы охотно имитируют звуки будильника и телефонных звонков. Поэтому не удивляйтесь, если птичка поднимет вас с кровати раньше времени, или звонящий телефон окажется без вызовов. Всегда после занятий хвалите своего любимца и не настаивайте на тренировках, если птичка не хочет заниматься в данный момент. Озвучено Яндекс Спичкит Чем больше понимания будет между вами и Кареллой, тем скорее нимфа порадует вас не только заученными словами, но и осмысленной речью. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok